Белорусская делегация участвует в 27-м Петербургском международном экономическом форуме, который открылся сегодня. Эта площадка уникальна для поиска новых партнеров. Деловая программа мероприятия очень насыщена. Планируется подписание сотен соглашений. В северной столице России находится наша съемочная группа. О событиях первого дня экономического форума расскажет наш корреспондент Константин Герцев. Он выходит на прямую связь со студией. Костя, добрый вечер, тебе слово. Добрый вечер, коллеги. Весь навигатор красный, Петербург стоит, а это значит только одно. Международный экономический форум стартовал, 27-й по счету. На первых парах это была своего рода классическая выставка о достижении народного хозяйства. Но сегодня это уже полноценная дискуссионная площадка, где в том числе принимаются глобальные решения. Традиционная локация – выставочный центр «Экспофорум» позади меня, чтобы обойти и ознакомиться со всеми павильонами, будет мало дня, поэтому саммит продлится по субботу. Ожидают немало известных гостей, в том числе президента России Владимира Путина, также небезызвестного нам президента Зимбабве Эмерсона Мангагва. Но это все в день пленарного заседания, послезавтра. А сегодня экспозиции осматривают главы российских регионов, министры, бизнесмены, среди которых немало открытых патриотов белорусского. Республика Беларусь – наш надежный партнер, который выполняет все свои обязательства в назначенные сроки, который оперативно реагирует на любые наши просьбы, уточнения, в связи с того, что там сохранен крупный машиностроительный комплекс, проектное бюро. Поэтому мы в ближайшее время планируем посетить республику с большим визитом и продолжить уже, как говорится, на этом этапе дальнейшие свои договоренности, расширив их обязательно по всем направлениям. Какие же здесь интересы для Беларуси? Ну, стоит исходить из того, что Петербургский форум – это витрина всей России и уже третий год позиционирует себя как самый антисанкционный. Бизнесмены не прекращают искать новые каналы поставок сырья и сбыта уже готовой продукции. И, как бы ни говорили о союзной кооперации, всегда есть место для новых предложений, которые надо успеть озвучить. Как раз этим сегодня и занимались представители экономической зоны Брест на встрече с руководством крупнейшего объединения предпринимателей России. Мы ведем речь о возможной кооперации между нашими предприятиями и предприятиями, расположенной на этой территории, и на перспективу выстраиваем даже уже планы по возможности, если российский бизнес будет реструктуризироваться или есть намерение организовать новое производство, то мы могли бы и консолидировать наши возможности. У белорусских товарищей есть уникальные предприятия, компетенции, высококонкурентные компетенции. Сейчас российский рынок очень серьезно меняется. Ушли многие игроки с запада, но их рынок быстро замещается другими, более активными игроками, такими, как белорусские предприятия. Состоялись переговоры и с особой экономической зоной Санкт-Петербург. Через их резидентов и инфраструктуру, например, порт, можно сотрудничать уже со странами дальней дуги – Азия, Африка, Латинская Америка. Представители этих регионов традиционно тоже принимают участие в форуме. Для Беларуси это хорошая возможность встретиться и договориться. Завтра программа куда более насыщенная. К мероприятиям в Петербурге присоединится белорусское правительство, дипломатический корпус, руководители министерств и комитетов. Мы продолжаем следить за развитием событий с локацией Петербургского экономического форума. Коллеги. Спасибо. Это был наш корреспондент Константин Герцев, который рассказал о первом дне работы Санкт-Петербургского экономического форума, главная тема которого – основа многополярности формирования новых центров роста.